Благодарим Аллаха Всевышнего Благодарим Аллаха Всевышнего Благодарим Аллах 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 Всевышнего над головой. Спокойно пошли на работу, вернулись. Спокойно сходите в гости, вернулись по делам, куда хотите, в любое время, суток. Спокойно идем, возвращаемся. Мир над головой. А сколько людей в мире сейчас? Мир, как маленький город, стал. Быстро узнаем, что происходит на той стороне земного шара. Сколько людей сейчас? Они лишены вот этого мира и безопасности, спокойствия. Поэтому у нас шикарные условия. Поэтому нужно много говорить, аль-хамду лилля, радоваться, что Аллах все еще дал тебе такие прекрасные условия, чтобы ты со спокойной душой пошел и поклонялся Аллаху, со спокойной душой поделился, со спокойной душой делал ибадат и добрые дела, помогал друг другу. Условия для того, чтобы ты спокойно, красиво проживал, поклонялся, благодарил Аллаха все еще. Наша религия, она без недостатков, полноценная, аль-хамду лилля. Все, что нужно для человека в этой жизни и в следующей жизни, это все сказано у нас в религии, аль-хамду лилля. Сегодня, иншаллах, маленькое такое, как еще повторение о том, что нужно беречь свое здоровье, сидеть за своим здоровьем, то, что в мире происходит, вот эта паника коронавируса, эпидемия коронавируса. А в этом начало коротко. Мы в прошлый раз говорили, что карантин у нас в религии установлен еще 1400 лет тому назад. Если кто-то заболел, пусть не отправляется никуда, чтобы не заразить других. Если где-то заболели, эпидемия где-то, вспышка, то не отправляйте сюда, чтобы не заразиться. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ассалям, говорит, пусть больной не навещает здорового. То есть, вы болеете. Грипп, любая болезнь, вы болеете. Не навещайте здорового, чтобы не заразить его. Мусульмане, они должны быть самыми разумными, самыми предприимчивыми, умными, потому что религия, она такая. Это наша религия, она не побуждает человека, чтобы он жил просто, как хочет, или же без разума, как попало. Наша религия, она приказывает, чтобы человек, он все рассчитывал, правильно рассчитывал, измерял, перепроверял, уповал на Аллаха Всевышнего. Вот у нас в религии, нам говорится, во-первых, чтобы мы себя не заразили. То есть, голова должна работать у верующего. Это закон Аллаха Всевышнего. На явную гибель ты не должен идти. На явную болезнь ты не должен идти. То есть, говорит, что я не боюсь никого, кроме Аллаха. Все, что Аллах захочет, произойдет со мной. И идти вот прямо туда, в очаг, где эпидемия болезни, то это глупо. Это запрещено делать вообще. Это не из религии. Это глупость. Мусульмане, они должны... Вообще три есть. Три вещи есть. Вот насчет болезни. Три группы, или на три категории люди делятся. Люди делятся в болезнях на три категории. Или же в отношении с болезнями. Первые люди, это те, которые используют причины. Используют причины, чтобы не заболеть. Но не уповаять на Аллаха Всевышнего. Надеются только на причины. Вот лекарства, все, я сто процентов, я не заболею. Это неправильная группа, неправильная категория. Вторая категория, которая тоже неправильная. Это те, которые уповают на Аллаха Всевышнего, но не используют причины. Они не одеваются в тепло, не защищают себя от болезней, не питаются правильно, лекарства не хотят употреблять. И говорят, мы уповаем на Аллаха. Если он захочет, мы заболеем. Не захочет, не заболеем. И не предпринимают никаких мер. Это тоже неправильно. А правильная группа, это ислам, наша чистая религия. Те, которые используют причины. И автоматом, вместе с этим, неразрывно уповаять на Аллаха Всевышнего. Упование на Аллаха Всевышнего, вместе с использованием причин. Примерно в этом пророк Мухаммад, саллуллаху алейхи вассалям, сам. Он использовал все причины, чтобы добиться своей цели. И упал на Аллаха Всевышнего, вместе с этим. Получается, мусульман, когда пьет лекарства, он говорит, бисмилля, с именем Аллаха. Не на лекарства уповает. Это неправильно. А уповает на Аллаха Всевышнего, а это как причина. Бисмилля, у Аллаха дай исцеление. Пьет, у Аллаха дай исцеление. Одевается, у Аллаха дай исцеление. Утром, вечером просит у Аллаха, у Аллаха, сохрани меня от болезней. Есть дуа, много есть дуа, чтобы Аллах сохранился от болезней, разных болезней. В своих дуа пророк Мухаммад, саллуллаху алейхи вассалям, просил конкретные болезни какие-то. Аллах, сохрани меня от этой болезни, от этой болезни, от проказы, от каких-нибудь определенных болезней. И говорил, у Аллаха, сохрани меня от плохих болезней. Всех плохих болезней. То есть сейчас коронавирус. Можно в открытую просить у Аллаха, у Аллаха, сохрани меня от коронавируса. Кто вам запрещает говорить, у Аллаха, сохрани меня от коронавируса. Наоборот, нам пророк Мухаммад, саллуллаху алейхи вассалям, это сказал. Он учит нас, чтобы мы просили именно у Аллаха Всевышнего таким образом. У Аллаха, сохрани меня от страшных болезней. Или же от всех болезней. От больших болезней, от плохих болезней. То есть есть незначительные болезни какие-то, а есть страшные болезни. Вот от этих страшных болезней сохрани, говорит пророк, саллуллаху алейхи вассалям. Потом еще повторимся. Вот у нас сейчас нам хазият, смуфтията. Такое указание, иншала, чтобы мы в мечети свои дезинфицировали. Тахаратхана, чтобы дезинфицировали. И иншала, это будет все проводиться. Это, чтобы не заболеть, чтобы не заразиться. Потому что много людей, если кто-то заболел, может других заразить. И чтобы этого не было, иншала, мы будем обязательно предпринимать меры. И сами, иншала, предпринимайте меры, чтобы не заразиться. Но один важный момент, не паникуйте. Паниковать нельзя. Все, что с нами произойдет, по воле Аллаха Всевышнего. Использовать нужно все меры, предпринимать все меры, но не паниковать. Недавно, в прошлых неделях, в течение этого месяца, разные смс-ки проходят, где показывают, насколько это страшно. Вот эти вещи, не надо сильно распространять их. Пришло, видишь страшное, другому он будет паниковать просто. Панику наводить тоже не надо. Нельзя это делать. Удостовериться нужно, во-первых. Потом нужно понимать, что этот человек может просто из-за того, что испугался, он может заболеть. Просто из-за того, что испугался, он может заболеть. Аллах Всевышний нас так создал. В хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть такое указание, чтобы человек просто так сам не заболел, у него настрой должен быть правильным. Настрой должен быть правильным, чтобы просто так не заболел. Какой настрой должен быть у верующего? У верующего мусульмана позитивный настрой должен быть всегда. Позитивный настрой. Не отчаиваться, не расслабляться, не печалиться, не грустить, не нервничать, не паниковать, не уходить в себя, а позитивно он должен жить. И в отношении болезни пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит, не надо думать, как будто бы вы болеете, не надо представлять, как будто бы вы заболели, не надо паниковать, что вы заболели, не надо паниковать, что вы заболеете. Иначе заболеете, говорит он. То есть паниковать, бояться не надо. Иначе вы заболеете, говорит. Сегодня еще ученые, они раскроют это И может быть уже раскрыли Они раскрыли уже Что человек сам психологически может заболеть Просто от мыслей своих он может заболеть Об этом 1400 лет тому назад Нам сказал посланник Создателя Создатель, который создал наши души и наши тела Он знает, что мы можем заболеть Что наше тело может заболеть только из-за того, что психологически ты неправильно настроен А кто психологически правильно настроен, он быстрее выздоравливает Были эксперименты даже Некоторые ученые, они эксперименты проводили Одно и то же лекарство дает человеку То есть людям на несколько категорий делят Одно и то же лекарство дают Это от головной боли, это от поноса Это от еще какой-нибудь болезни Но одно и то же лекарство И они все выздоравливают Почему выздоравливает? Оказывается просто настрой Когда человек настраивается Тут у нас в организме что-то происходит уникальное Что он настраивается И вот этот сам настрой Он влияет на иммунитет И там идет борьба Борьба против этого же Просто настроя А этот настрой у нас называется в шариате Таваккаль на Аллаха называется Называется упование на Аллаха То есть когда человек Со своим Он укрепляет свой дух Укрепляет свой дух Чтобы дух у него сильно был И уповать на Аллаха Не боится темноты Не боится болезни Не боится вирусов Страшно ему не должно быть Естественно, когда страх от чего-то испугался Это как бы неизбежно Естественно, страх человек может бояться Врага неизбежно Но он должен перебаривать это все И настраивать себя на то, что Все зависит от Создателя Если он позволит Это произойдет Не позволит Зачем лишний раз переживать За то, что еще не произошло Что говорит нам пророк Мухаммад Саллаллаху алейхи вассалям Он говорит Аль-му'минал-кау'ю Хайрун ва-ахабу Илаллахи Минал-му'минал-да'айф Сильно верующий Лучше перед Аллахом Всевышним И более любим Чем верующий слабый Хотя в каждом из них Есть благо Говорит пророк Саллаллаху алейхи вассалям Стремись к тому, что пойдет тебе на пользу Прости помощь у Аллаха И не проявляй слабости Сейчас я еще разнесу этот хадис Если тебе постило то, что тебе не нравится То, что тебе не хочется То, что тебе не хотелось бы То не говори Если бы я сделал так Было бы то-то и то-то Не говори Если бы я сделал так То произошло бы то-то и то-то Или же Если бы я не делал так То не произошло бы вот это А говори А скажи Это предопределение Аллаха И он сделает то, что захочет Потому что Если бы открывать двери шайтана Потому что слово Если бы открывать двери шайтана Первое, что говорит нам пророк Саллаллаху алейхи вассалям Он говорит нам Что сильный мусульманин Лучше, чем слабый мусульманин И сильный в чем? Ученые нам разъясняют Сильный в своем имане Чтобы вера в Аллаха была Сильной, крепкой Он лучше, чем слабый Получается У кого сильный иман Он лучше перед Аллахом И он более любим Для Аллаха Всевышнего Получается Мы должны укреплять свой иман Чтобы вера твердая-твердая была И иман, чтобы твердый-твердый был Чтобы не колебался Для этого Постоянно обновлять веру Для этого Поклонение быть искренним Почаще вспоминать Почаще говорить, что Ля иляха илля Аллах Нету Бога настоящего Достойного поклонения Кроме Аллаха Мухаммаду на Расулу Мухаммад посланник Аллаха Обновлять эту веру Он лучше, чем у кого иман слабый Сильный духом Он лучше, чем слабый духом Сильный, решительный Он лучше, чем нерешительный, слабый Он лучше, чем слабый телом И теперь разъяснение У кого сильнее дух У кого сильнее сабр, терпение Он лучше, чем у кого слабее дух У кого слабее дух Ему говоришь Пойдем Там доброе дело стоит Он пока решится на это Пока все это Подумает Пока он это поймет А у кого решительный Сильный Он вперед сразу идет Что, намерение обновлять и вперед Кто сильный в теле От него больше пользы Но с условием Если он укрепляет свое тело Конечно, чтобы получить Награду от Аллаха Всевышнего Чтобы польза была Для этого мира И для Ахирата Если неправильное намерение То нету пользы от этой силы Физической силы Ученые, они включают Этот момент тоже Что, кто физически сильный Он лучше, чем тот, кто физически слабый Они в конце включают этот пункт тоже Но, на самом деле В первую очередь В этом хадисе говорится О силе Имана Веры Духа Решительности Терпения Знания И потом Говорится о силе Физическом тоже И с условием Если вот эта физическая Сила Она Не ради довольства Аллаха Всевышнего То эта физическая сила Она вредная И он не лучше у Аллаха Всевышнего Абсолютно Он, наоборот, хуже у Аллаха Всевышнего Чем он слабый Но искренне который хочет быть полезным Намерение Когда мы Занимаемся физкультурой Любым видом спорта Нужно заниматься халяльными Дозвольными видами спорта Занимаемся спортом Укрепляем свое Физическое состояние Намерение у нас должно быть правильным Чтобы быть Хорошим в своей работе Чтобы На больше меня хватило Когда я работаю Чтобы я смог Если вдруг Джаназа Поднять Носилки этого Мусульманина Донести до могилы Если кто-то С тяжелыми сумками Чтоб я мог Поднять и помочь ему Кому-то нужно Что-то загрузить Чтоб поднять и помочь ему Слабых Объезжает Чтоб защитить его Это все Поклонение Это все Для Ахирата А если у него намерение Мышцы свои Накачать Чтобы Быть красивым В теле То это показуха Это низкое дело Это показуха От этого человека Нету пользы Он сам собой Радуется Ходит Обольщается Шайтан его обманывает И это Как сказал пророк Салаллаху Алейхи 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 Салаллаху Мухрикат Три Пагубных Дела есть Погубить человека Сломает человека Мусульманина Один из этих трех И Это когда сам Человек Самодовольный Сам собой Обольщается Вот он я какой Вот такой я умный Вот я такой сильный Вот такой я богатый И вот если кто-то Самообращается Вот что я такой сильный Я первое место занял И тому подобное Это неправильно Физическая сила Она нужна Для того Чтобы быть полезным Для общества Потому что пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Ассалям Сказал Что Хайру нас Или хайру ком Анфа'ухам Ли нас Тот кто Больше пользы Приносит Для людей Вот этот самый лучший Поэтому Сила нам нужна Чтобы быть полезным Потому что Иногда видишь Что сильные такие Альхамдулля Но они стоят Не работают Тут и слабенькие Работают Пожилые работают А сильные стоят Не работают Зачем эта сила Зачем тебе Эта физкультура твоя Поэтому намерение Должно быть у нас правильное Потом В этом хадисе Пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Ассалям Говорит нам о том Что в нашей религии Нашей религии Поощряется Быть сильным Во всех Делах Но с чистыми Красивыми намерениями Сильным Если физически сильным Снова Не для того Чтобы Кого-то напугать Или у кого-то Отобрать Или кого-то Ущемить Кого-то обидеть Нет Не для этого Если для этого То не дай Аллах То это грех Потом дальше Говорит пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Ассалям Стремись к тому Что пойдет Тебе на пользу Это говорит о том Что мусульманин Не должен просто сидеть Он каждый день Должен стремиться К чему? К тому Что пойдет ему на пользу В мирском плане И для Ахират Для следующей своей жизни Он должен стремиться То есть Он не должен быть Лентяем Пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Ассалям Он говорил Три Говорит Опасных Дела Или опасных вещей Есть для верующего Я боюсь Говорить за свою Общину Что вот эти три Дела Они опасны Для них Первая Первая Большой живот Вторая Лень И третья Много спать То есть Мусульманин Он не должен Растить живот Свой Потому что Никто тебя за это Не похвалит Некоторые говорят Это живот Божий Авторитет Говорят Это не авторитет Тут Сами знаете Что там у нас Большой живот Это вред Потому что Это опасно Говорит пророк Для верующего Это опасно А он растет Из-за того Что мы Исрав делаем Когда едим Через все же много едим Поменьше нужно Норму нужно Меньше сделать Норму меньше сделать И желудок потихоньку Он стягивается В норму приходит Второе Лень опасна для нас Бороться нужно Пророк Мухаммад Он просил Каждый день просил Утром Вечером Каждый день просил Себя спросить Сегодня вы Попросили вообще О Аллах О Аллах Сохрани меня от лени Сегодня Сохрани меня от лени А представьте Это ибадат Каждый день просил О Аллах Сохрани меня от лени Почему? Потому что Лень это болезнь Лень это беда Лень это опасно Бороться нужно с этим И третье Много спать Жизнь пролетает просто Сон Для того Чтобы зарядиться Если Вот телефон Чтобы зарядиться До 100% зарядил Все Альхамдулля Хватит Правильно? Дальше уже Зачем Может перегреться батарея И навредить Сон Так же Определенное время Поспал Зарядился Все Альхамдулля Вставай Иди Намаз Бамдат Время Вставай 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 На работу Надо идти А если Вставай 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 лежат, водообращения к нам не могут работать, заболели то есть не могут на работу сходить, а семью-то кто-то должен обеспечивать и трудности и поэтому, аль-хамдулля, если мы здоровы, аль-хамдулля говорите, много говорите, аль-хамдулля потом просите, чтобы Аллах дал здоровье тоже мы не должны относиться халатно к своему здоровью, наоборот должны следить за своим здоровьем правильное питание должно быть, вот сегодня у нас в мире проблема как бы этого вируса эпидемия этого вируса мы мусульмане прошлый урок мы повторяли то есть говорили об этом, сегодня повтор если узнали где-то, что кто-то заболел, то есть где-то эпидемия, вспышка не идем туда, не отправляемся, чтобы не заразиться все, мусульманин должен головой думать если сам заболел то не заразить другого как сказал пророк, салаллах, алейхамдулля пусть больной не навещает здорового, вот тебе указание ты болеешь, не навещай здорового иначе можешь заразить его потом питаться правильно посмотрите в Куране посмотрите в хадисах мы увидим, что там Аллах Всевышний дает нам указание что нам нужно делать, чтобы быть здоровее совсем не болеть, здоровым умереть тоже не всем это дано болезни обязательно будут это естественный процесс в жизни ну страшные болезни просим Аллах, Аллах сохрани меня от страшных болезней говорит пророк, салаллах, алейхамдулля а так насморк почихал, покашлял это все нечего Аллах, естественно нормально каждый должен переболеть этими вещами потому что болезнь, она укрепляет иммунитет становится крепче у него опыт уже у иммунитета есть он с этим болезнью уже быстро справится и он укрепляется наоборот, когда болеет, выздоравливается температура потом выздоровела альхамдулля и очищается от грехов когда пророк, салаллаху, алейхи вассалям проходил около сухого дерева дал своей палкой, ударил своей палкой и листья упали полностью с дерева и он сказал, видите, говорит как говорит, очистилось это дерево от листьев как опарить листья он говорит, когда человек температурит болеет лихорадкой с него также грехи, говорит, спадают и он отчаивается, когда болеет поэтому болезнь тоже, это милость Аллаха Всевышнего но он, эта же болезнь, она может быть как бедой для общества, наказанием для общества как сказал пророк, салаллаху, алейхи вассалям в обществе, ближе к судному дню появятся всякие вспышки эпидемий из-за чего? из-за того, что распространится распутство грязная жизнь в обществе будет когда жизнь грязная, люди не чисто живут распространяются такие болезни появляются такие болезни, которые раньше человек не слышал говорит нам пророк, салаллаху, алейхи вассалям зина, прелюбодеяние это одно из распутных дел больших грехов, запретных дел смертное наказание для тех, кто совершил это прелюбодеяние если он женатый или замужняя женщина сто раз клетью бьют если он холостой за прелюбодеяние если это в открытую совершается и это распространено в обществе то Аллах Всевышний отправляет беды как болезни или другие стихийные бедствия все в этом мире зависит от воли Аллаха Всевышнего и он установил такие законы предупреждения дал, напомнил что эти катастрофы, эти беды эти стихийные вещи они не происходят просто так эти вирусы не проходят просто так эпидемия не появляется просто так во всем мы сами виноваты мы люди общества и теперь посмотрите что Аллах Всевышний в Куране нам говорит он нам говорит кулю ващрагу валяту срифу здоровья это залог здоровья ешьте, пейте, но не делайте и сразу помните раньше Ахсахалы нас учили взрослые помнят наша молодежь может быть не дай Аллах может быть они не видят от нас раньше крошки собирали дедушки крошки собирали и съедали сегодня тоже так же они ведут себя вот эта крошка это исраф то есть упала крошка, ты ее в мусор это исраф чуть-чуть еды осталось в мусор, это исраф это нам запрещает Аллах Всевышний сколько мероприятий у нас происходит проходит, остается выбрасывает мусор это исраф это нам запрещено это неблагодарность за то, что Аллах нам дал, лишнее это неблагодарность это лишнее, сэкономь лучше сколько нуждающих обращаются во всей мечети обращаются нуждающихся есть нету кормильца, нету кто заработает муж умер, нету мужа дети есть, сироты есть сэкономь лучше отдай приди в мечеть, спроси, кто нуждается спроси, Субхана столько нуждающихся есть Аллах Всевышний говорит ешьте, пейте, но исраф не делайте запрещается исраф делать и в этом тоже здоровье мы говорили, вот наш, как бы, тут пропорция так, Аллах создал нас уникальными наш желудок вот такой, как вот наш кулак вот столько, это норма нашей заправки нашей, как бы, одноразовой заправки говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям для верующего достаточно несколько кусков еды или же хлеба, или чего-нибудь чтобы держал его хребет чтобы мы держали себя не упали не шатались, когда ходим несколько кусочков хватит нам еды если вдруг не хватает этого то, говорит он то разделите желудок на три части одну часть для еды другую часть для воды и третью часть для воздуха говорит нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям это тоже здоровье не переедать, чтобы и энергичный будешь и органы не мучаются и сон хороший будет и в любой момент можешь любое физическое дело сделать не устанешь не запыхаешься в этом благо нужно просто прислушиваться услышать, что нам сказал Аллах Всевышний и подчиняться пусть Аллах Всевышний даст нам баракат нашим здоровьем, нашим семьям пусть Аллах Всевышний сохранит нас от неслыханных болезней от страшных болезней Аллаху амин пусть Аллах Всевышний исцелит наших больных